Всем привет, дорогие зрители! Вы снова на канале SORM TV и с вами неизменный Сёгун. Обычно мы разговариваем об одежде, сегодня мы поговорим об одежде для шлемов, как бы тупо на самом деле это не звучало. Вы, наверное, если давно смотрите канал, видели и знаете, что это такое, это старая генерация MeshCover, точнее копии MeshCover Upscore от TMC, в данном случае исполнение в LXL версии, на самом деле, в LXL размере, с мультикамовый велкрой, но у меня есть несколько, скажем так, обновочек на вот эти вещи, шлемов, марк. Первое, это от того же TMC, сделанное на заказ магазину 916, нашему любимому пармезану, версия с песочной велкрой и в более популярном размере ML, то есть стандартный M. Сразу упомяну, за то, что все шлемы Obscora разные по геометрии и поэтому, когда вам говорят, что кавер подойдет и на Fast и на Maritime, вам откровенно лгут, и это абсолютно точно, потому что в итоге либо он не налезет, либо будет сидеть, висеть гармошкой. Этого, как бы, лучше всего избежать, если вы относитесь к снаряге аккуратно. Если касаться именно этого изделия, есть небольшая загвоздочка. Загвоздочка заключается в том, что у меня заклинило болты на вот этом шлеме и я не могу его нормально раскрутить, ну, в общем, уже достаточно давно. Поэтому я вам буду рассказывать про основной конструктив и различия его с другим изделием. Это копия, значит, кавера от First Spear, в данном случае Hybrid Cover, он так называется, значит, гибрид, потому что он сделан из спондуры и межсетки. Оригинальный. Не помню, к сожалению, как она называется. Вот. И у них достаточно разная конструкция и, в моем понимании, немножко разное назначение. Мы, соответственно, будем, прикладывая, примеряя на шлемак, обсуждать, что же, на самом деле, для каких нужд лучше всего подходит. Начнем мы, конечно, с описания общего функционала основного пскоровского вот этого вот чехла. Я его еще называю штатным, потому что в большинстве своем он поставляется в комплекте с шлемами замечательным ребятам из сил специальных операций США. В принципе, в этой конструкции мне нравится достаточно много что. Здесь учли, скажем так, пожелания, изначальные конструктивные задумки, пожелания служивых ребят и изначальные конструктивные задумки непосредственно людей, которые шлемак разрабатывали. Начнем сверху. Вот этот вот ирокезный, ирокезная велкра, оно нам служит для того, чтобы крепить ИК-маячки и вообще, в принципе, маячки, да? На стандартное велкра на обскор-шлемах вот этого вот ирокеза не подразумевает. Он имеет вот такую вот горизонтальную, если можно так сказать, относительно шлема поперечную, в общем, велкру, который используется примерно никогда. А вот перемещение ИК-маячка с опасной вот этой вот теменной области на куда-то в район затылка или макушке, в принципе, более выгодное решение, чем как бы крепление его, пойми куда, на верхотуру или на совсем затылок шлема. Ребята из служивых постоянно клеили сюда дополнительные велкра, чаще всего вообще черный, и, соответственно, крепили его вот куда-то в эту зону. Кроме вот этой замечательной вещи, у нас здесь есть прошивка с паракордом, протравленным паракордом, то есть у него нет жил, это чисто внешняя оплетка, для того, чтобы трассировать различные шнуры. И когда я рассказывал про шлемы, ну, соответственно, различные сборки шлемов подозначения, я говорил о том, что мне нравится вот эта система трассировки, соответственно, провода. Кроме того, ее также используют для того, чтобы крепить поперечные вот эти вот, поперек протягивать, значит, банжикорд, эластичный шнур, для того, чтобы дополнительно фиксировать те же самые камычки, чтобы их не сорвало случайно с велкры. Для этих же назначений, для подвеса еще кое-каких штук, здесь вот используется дополнительно петля из стропы, для того, чтобы, соответственно, протянуть через нее тот же этот банжикорд. Дальше, у нас здесь есть поперечная секция паракорда и вот этот вот отсек велкры, который, соответственно, отстегивается. Сразу скажу, зачем он нужен. Отсек этот нужен для того, чтобы сюда фиксировать, под него фиксировать резинку очков Duster. То есть это под тип очков вот этих больших панорамных очков, которые вы могли видеть, которые на самом деле, они не штурмовые очки. Это большая ошибка, скажем так, любителей походить в них в здании, хотя, в принципе, я согласен с тем, что они дают большую площадь защиты. Но Duster, как судится, как бы можно судить из названия, используется в плохих погодных условиях, а конкретно в условиях пылевых бурь и, в общем, как бы таких вот атмосферных, скажем так, обстоятельствах, когда ваше зрение может быть подвержено опасности из-за присутствия мелких дисперсных частиц в воздухе. Соответственно, здесь просто, да, здесь фиксируется резинка этих очков в большей своей степени. Задняя же вот эта вот большая велкрафт, в принципе, предназначена для того, чтобы крепить сюда противовес или так называемый counterweight pouch. Мне очень нравится то, что она большая по площади, потому что counterweight тоже бывают большие, и задние батареи, задние отсеки, значит, батареек под приборы ночного видения тоже достаточно большие по площади. И, в принципе, большая площадь, как бы, означает лучшее сопряжение, соответственно, площадь контакта. Здесь есть поперечная, как я сказал, секция. Сюда иногда дополнительно за крючки или паракорд, соответственно, фиксируется система дополнительной страховки, то есть вот эти counterweight pouch и, соответственно, остальных вещей. Вот эти вещи, вот эти вот шлевки предназначаются для крепления виллайтов, то есть малых световых маячков, световых маркеров, которые там не ИК, чаще всего, хотя они и инфракрасные тоже бывают, обычно обозначают что-либо, допустим, цвет команды и прочее, и прочее, и прочее. Это передние его практически дублирующие зачастую исполняют абсолютно ту же роль. Иногда здесь трассируют также провода, то есть для того, чтобы увести их с центральной зоны. Здесь еще боковая виллкра, она присутствует, в принципе, достаточно простой чехол, значит, за исключением того, что есть одна глобальная проблема, да, это то, что, во-первых, вам придется проделать отверстие для крепления шрауда. Это плохо, потому что один раз, грубо говоря, завернув туда его, при желании, вы его снимете либо никогда, как в моем случае, хотя здесь надо просто попотеть, либо изрядно попотев, то есть не универсально. И последующие сейчас изделия делаются не заподлицо под шрауд, а, соответственно, с каймой поверх, ну, грубо говоря, окормляющий шрауд, потому что, по сути, из него здесь нужно только вот это вот отверстие посадочное, посадочное место для крепления рога ПНВ. Вот, и поэтому он, по сути, становится почти пожизненным жителем на поверхности вашего шлема. Хорошо, что его еще додумались сделать не из кордуры, потому что при намокании в воде, которая так или иначе попадет под чехол, просто некуда деваться. То есть, если бы здесь не было сетки, чехол бы либо постоянно, ну, постихоньку бы гнил, либо разрушал бы просто поверхность шлема, если мы говорим об оригинальном изделии. Одно из больших замечаний к TMC-шным изделиям было то, что они используют неоригинальный паракорд. И неоригинальный паракорд, на самом деле, периодически сильно блестит. Но эта вещь поправимая, если вы так или иначе знакомы с каким-либо видом текстильного окрашивания. Здесь вы видите, да, он золотистого цвета, здесь он более матового цвета. Что я сделал? Я, как человек, который так или иначе когда-либо работал с красками, просто купил элементарную акриловую краску. Чаще всего подходит, лучше всего подходит краска для моделей, хотя она и не очень дешевая. Я ее разбавил водой очень сильно. И, соответственно, просто пропитал паракорд аккуратно кисточкой в несколько этапов, из-за чего акрил осел между волокнами. То есть, если не разбавленной краской их красить, у вас будет просто, по сути, покрашенная поверхность. А разбавленный акрил очень хорошо оседает между волокон материала и, соответственно, постепенно придает ему матовый оттенок. Поэтому, в принципе, вот это вот, типа, желание достичь вида не китайского паракорда достаточно легко осуществимо. Кстати, да, есть небольшая поправочка, про которую я забыл упомянуть. Вот на прежней версии тихла этого не было. Многие гадали, зачем здесь нужно две велкружки. Те, кто знаком с изделиями о Топскоре, они знают. Для тех, кто не знает, я расскажу. Дело в том, что, опять же, китайцы в прошлой версии этого чехла забыли проделать вот здесь, вот оставить отверстие. И вот эти отверстия нужны для крепления шлевок родного же противовесного подсумка. То есть, у него просто стропы выходят, заходят внутрь, значит, и крепятся вот здесь на ответную велкру. И, соответственно, он зафиксирован на велкре и прижат всем остальным, как бы, всей остальной площадью вот этого кавера. И нормально держатся. Поэтому, если вы задавались как-либо вопросом, значит, на новой версии, которая была у 900... и была и есть у магазина 916, у Пармезана, в частности, эта система крепления есть. Теперь мы идем к нашему дорогому гостю. Это одна из немногих вещей, которая все-таки доехала до нас от Evolution Gear. Это, как я уже сказал, копия гибрид-кавера от First Spear. Здесь крепление и система вообще, в принципе, скажем так, адаптации на посадки на шлемы, она немножко другая. И логика абсолютно другая. Значит, вы можете заметить, что, во-первых, здесь нет никаких шлевок. Но вот их просто нет, да? Соответственно, трассировать здесь по поверхности шлема, ну, как бы, мало что удастся. Кроме того, в передней части у него вот эта вот многозначительная дырочка, отверстие, пропуск. Я считаю это более логичным в плане того, что вы можете нормально снять кавер, постирать, там, я не знаю, просушить, что угодно с ним сделать. И крепится это всё, то есть на обычные, стандартные, родные липучки, которые у вас присутствуют на шлеме. Такие же липучки, как бы, есть и на Mesh Cover'е. Вот, но с одним... О, господи, как... Фиг охрененно село-то! Так, я не знаю, отлеплю я вообще этот патч или нет. Вот эти мне нравятся мультикамовые велкраны, на самом деле, вот это оригинальное. Не quite loop, потому что она держит, она вообще намертво просто. Скорее нитки оторвёте, чем с велкры что-либо. В общем, я сейчас его натяну на шлемак, и постараюсь вам показать, как же всё это устроено. Да, респект, респект ребятам из Evolution. Вообще качественно всё это дело сделали. Нам сейчас будет примерно... Надо натянуть это всё. Понятно, что поверх ещё одного кавера это будет смотреться более кургузой, чем смотрелось бы на голом шлеме. Условно говоря. Но так как снять я кавер не могу, буду просто, соответственно, натягивать. Натягивать. Здесь всё проще. То есть... А, скорее всего, не могу туда впихнуть, потому что здесь уже одет чехол. В общем, здесь логика немножко другая. Боже, как убого это смотрится. Попробую всё-таки куда-нибудь его засунуть. Сейчас хотя бы сюда. Логика немножко другая. Зачем-то они всё-таки оставили вот эту поперечную вилкру. Лично я не понимаю. Но здесь хотя бы добавили... Ну, вообще как добавили? Почти продублировали то, что есть на стандартной липучке. То есть вот этот вот полукруг, который типа используется для крепления этого нашего любимого ИК-маячка. Но, однако, здесь как раз вот в затылочной части велкра задняя, она увеличена. То есть у вас не только вот эта вот поперечная часть есть, да? Ну, и вот эта вот более высокая как бы зона, которая позволяет закрепить сюда ИК-строп ну, на более-менее приемлемом уровне. Опять же, вопрос только в том, что его по площади может немножко не хватать. В принципе, у меня как бы остаётся довольно положительное ощущение чисто от самого изделия, ну, то есть того, как... От копии, скажем так, того, как она исполнена Evolution Gear. То есть она не выглядит прям вот китайской. Здесь ничего, по сути, из китайского нету. И есть небольшое ощущение того, что... Может быть, на самом деле, это просто потому, что какая-то другая часть сетки использована с удачным паттерном. Но... Господи, какая же она дубовая! Охренеть вообще! Сейчас я его сниму всё-таки. Боже мой! Ебонись! Здесь нет никаких китайских деталей. То есть ничто не выдаёт. И вот, смотрите, видите паттерн? Как он классно здесь распределён. То есть вот, когда берёшь TMC, есть такое ощущение, как будто, ну, я не знаю, просто, может быть, не очень удачные участки сетки взятые. Но здесь паттерн не так явен. Ну, не так он явен, как... Ну, кстати, почти одинаковые зоны должны быть, по-моему. Не так явен, как на... Да, почему так интересно? Как на эволюшене. То есть он прям выглядит прям мультикам-мультикам. Вот. Использовано... Здесь-то как раз нормально то, что использована вот эта вот вилкруха, потому что на оригинале она точно такая же. В принципе, конструкция сама по себе кажется достаточно лаконичной. Вот. Значит, спондура здесь нормальная. Прям вот она хорошая. Не эконом-класс, а это 4-way stretch. Та же, что используется на GPC, на всех вот этих модных вот вещах. Я повторю, что идея с креплением вокруг шрауда мне лично нравится больше, чем идея проделывания дополнительных отверстий и запихивания, ну, как бы его под шрауд. То есть это хотя бы можно как-то быстро снять. Здесь этого не выйдет. Но, все-таки, с моей точки зрения, вот этот вот ирокез, так называемый, в плане функционала выглядит, ну, как бы, в плане функционала кажется мне более выгодным, чем вот эта поперечная вилкра. Ну, то есть, зачем она нужна? Хотя, в принципе, если мы говорим, допустим, о Hellstar 5, это строп, который имеет длинную такую фактуру, по сути, как длинную конструкцию, то есть у него световая полоса, она длинная, здесь находится батарейный оттек, то, в принципе, достать должно. Другой вопрос, что дополнительно зафиксировать его особо здесь нечем. По поводу трассировки проводов скажу так, что если вы трассируете тот же, господи, шнур от ПНВ, либо, если он касается батарейного сека, либо, в моем случае, шнур от экшн-камеры, то его проще вывести под чехол, вот, то есть, так как здесь, опять же, отверстие есть, да, для этого, вывести сзади, соответственно, чехла и провести в подсуму. При этом, как бы, будет меньше вариантов того, что вы его повредите чем-то жестким. Вот, хорошее, достаточно, изделие. В общем, я рекомендую, на самом деле, тем, кто когда-то озадачивался вопросом, где же искать такой ковер, выбрать, наверное, Evolution Gear, и цена у него что-то в районе, по-моему, двух-двух с половиной тысяч, оригинал стоит в районе семи. Ну, то есть, есть ли смысл платить семь тысяч за такое достаточно простое изделие? Я думаю, что нет. Поэтому Evolution пока что у нас здесь остается практически единственным выходом. Все, на этом у нас на сегодня все. С вами были Сёгун, тряпки для шлема. Вот, ссылки я оставлю в описании. Всем спасибо большое за просмотр и до скорой встречи.